Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Когда-то давно, больше 20 лет уже прошло, я решил построить дачу. В те времена я жил в Подмосковье ближнем, работал в Москве, а строительство затеяло Шетверской области, поэтому примерно полугода все выходные у меня проходили примерно по одному тому же сценарию. В пятницу в 9 часов вечера я добирался с работы до дома, быстро переодевался, запрыгивал обратно в свою Ниву и мчался за сотни километров по дороге, покупая пачку гречки, половинку черного бородинского и банку говяжьей тушенки. Добирался до дачи, там у меня стояла маленькая бытовка, уже в глубокой ночи ставил на маленькую газовую плитку чугунок, высыпал гречку, заливал водой, когда вся вода впитывалась, вывалил в нее банку вот этой самой тушенки. Все выходные впахивал с 6 утра до полуночи, питаясь вот этой самой кашей, гречневой с говяжьей тушенкой. В воскресенье глубокой ночью прыгал обратно в машину, мчался домой, возвращаясь уже по сути это был понедельник. Дачу-таки построил, но на работе в то время, это полугода практически я этим занимался, на цветной физиономии смотрели с ужасом, осунулся конкретно. Короче, рассказал я эту историю сыновьям. Они потребовали повторить этот рецепт. В Испании сложно найти тушенку, я ее нашел только в русском магазине, а там выбор, мягко говоря, совсем никакой. И даже с вот этой вот хреновой тушенкой блюдо им очень понравилось. Но я решил делать так по-большому и сегодня займусь приготовлением говяжьей тушенки самостоятельно в Автоклаве. Он приехал в Испанию, аж из России. Готовится тушенка чрезвычайно просто, хотя есть, конечно, свои тонкости. Говядину надо нарезать кусочками примерно с половиной куриного яйца и пленки все и сухожидия желательно срезать. По ГОСТу в килограмме мясного сырья 17 процентов должно приходиться на жир говяжий. Я его не нашел, поэтому заменю топленым маслом. Кроме того, нужно немного лука, лавровый лист, черный перец и соль. Вот и все подготовил, больше ничего не нужно. А, ну и банки, конечно. Можно использовать стандартные с закатывающимися крышками, а можно вот такие вот твист. Преимущество Автоклава в том, что, во-первых, нет нужды мучиться со стерилизацией. Банки и крышки надо просто чисто вымыть и все. Разовжу по банкам лук, черный перец и лавровый лист. А во-вторых, только в Автоклаве можно по-настоящему безопасные домашние консервы делать. Дело в том, что из-за высокого давления температуру в него можно поднять аж до 120 градусов, а именно при этой температуре гибнут споры к ластридии бутулину. То есть при обычном кипячении и стерилизации живые к ластридии погибнут, а вот споры останутся жизнеспособны. Но в Автоклаве помрут и те и другие. Опять же, в нем можно не только говяжью тушенку делать, но и свиную, и с птицей. Можно сразу каши рисовые, гречневые, перловые, с мясом или птицей готовить. А когда, к примеру, захочется быстрый ужин-обед спроволить, просто открываешь банку, пару минут на сковороде или там в микроволновке разогрел, и вуаля, все готово. Причем есть будешь ровно то, что сам в банку положил. А не придется гадать, как с магазинной продукцией, чего там производитель в погоне за прибылью в эти банки навалил. Так, мясо я разложил. Теперь соль в каждую банку. Все пропорции и основные этапы я в конце ролика в титрах указываю. Под роликом они в описании тоже есть. Кстати, производитель эти автоклавы даже вот такие новоразмеры делает на 42 литра. Туда сразу 28 банок литровых влезает. Кто на зиму заготовки на большую семью делает, удобно. Все, посолил. Теперь надо масло топленого разложить. Обратите внимание, продукты в банку надо закладывать так, чтобы до верха оставалось 2-3 сантиметра свободных. Не надо под самый верх ничего трамбовывать, это важно. Если не будет в банке вот этого воздушного пузыря, воздушной прослойки, то при нагреве крышки может вздуть. Дело в том, что мясо даст сок. Сок это та же самая вода, только с ароматами там и вкусами. Вода, в отличие от воздуха, практически не сжимаемая штука. Ну и остается банки закрыть, закрутить в данном случае. Не нашел, кстати, в наших Палестинах ни крышек для закруток, ни таких банок. Странно. Похоже, что испанцы в этом регионе домашними заготовками такого типа вообще не занимаются. Так, теперь, что касается конструкции этого автоклава. Во-первых, чтобы предотвратить вспучивание крышек при приготовлении, они же с давлением готовятся, в комплекте идет вот такая вот кассета. Весь автоклав сделан из пищевой нержавейки, кстати, кассета тоже. Смотрите, сюда устанавливаю ряд банок. Очень важно, прям вот очень, чтобы все банки вот в одном ряду были одной высоты и одного объема. Теперь накрываю второй пластиной. Видите, она прижмет все крышки. И сюда ставлю второй ряд. И также пластину. Это, кстати, с удобной ручкой. И прижимаю гайками. Видите, в одном ряду банки одной высоты, соответственно, плотно прижимаются крышки. Во второй ряд можно банки уже другой высоты поставить, если они по размеру подходят. В такие автоклавы можно загружать и пол-литровые, и литровые, даже трехлитровые банки. Как я сказал, на сайте они продаются разных размеров. Ладно, загружаю кассету. Хотя, подождите. Смотрите, видите форму дна? Специально сделано, чтобы от давления оно не выгибалось. Еще одна фишка. По совету производителя отправляю в автоклав примерно столовую ложку лимонной кислоты. Это, чтобы накидь не образовывалась. Консерв она не приведет. Теперь кассету на место. Отлично. И заливаю внутрь воды полтора-два литра. Есть два способа автоклавирования. В воде и на пару. Классический, который в воде, годится для любых крышек. И закаток, и закручивающихся. А на пару только для закручивающихся. И он быстрее. Еще момент. В стандартных автоклавах крышка прижимается к корпусу болтами. Автоклав нагревается, давление растет. Болты удерживают крышку от того, чтобы ее не оторвало. Здесь все хитрее. Крышка овальной формы. На автоклаве отверстие такой же овальной формы. Вставляю крышку внутрь, проворачиваю на 90 градусов. И плоти силикона надо равномерно распределить. И видите, когда давление начнет расти, то крышка сама будет прижиматься. Но чтобы она пока не проваривалась, закреплю ее вот этой перекладиной. Причем затягивать эти болты со всей дури не надо. Все. Включаю нагрев. Средний. Клапан пока зафиксирован в открытом положении при помощи этой фишки. Еще пара моментов. Вот этот клапан предохранительный. Когда давление превышает допустимое, он сбрасывает пар. Сейчас я готовлю на пару. Если все делаем на воде, тогда заполнять бак водой надо сантиметра на 3-4 выше кассеты. Клапан в этом случае не фиксируем. Просто ждем достижения заданной температуры и давления. Засекаем время по рецепту. Когда все автоклавировалось, нагрев выключаем. И ждем, пока автоклав остынет до комнатной температуры. Воды во втором случае много. Полный бак, считай. Соответственно, остывает долго. Поэтому и способ дольше. Еще момент. Я знаю, что достаточно большое количество подписчиков канала и просто зрителей обожают домашние дистилляты. Вот это устройство, это два в одном. Подохранительный клапан очень легко снимается. Просто откручиваем барашек, размыкаем вот эту штуку. Клапан снимаем. У производителя к таким автоклавам можно приобрести несколько перегонных колонн на выбор. В этом случае, как я сказал, снимаем клапан. Вместо него сюда закрепляем колонну разных форм. Подключаем ее трубочками к проточной воде для охлаждения выходящего пара. В автоклав вместо этой кассеты заливается брага. Затянули, поставили нагрев. Контролируем температуру перегона, контролируем давление перегона. Самогон из этой самой трубочки капает, охлаждает все нормально. Супер! Затем полученный самогон очищаем углем или как вы там привыкли. Добавляем для ароматизации того, что вы хотите. Не знаю, там, патоку, может быть, ягоды. Острый перец, если кто любит там острую такую настойку. И все! Получается сразу два устройства в одном. Удобно! Смотрите, температура достигла 90 градусов. Пара нормально выходит. Пора закрывать клапан. Удаляю шпильку и удостоверяю, что клапан закрылся. Все! Теперь дождусь, когда температура поднимется до 120 градусов. Контролирую по термометру, естественно. После чего засекаю 40 минут. Процесс от клаверния завершился. Выключаю нагрев. Жду, когда этот агрегат остынет до комнатной температуры. Все остыло. Пора открывать. Сначала сбрасываю остаточное давление. Полотенце-то, чтобы руку защитить. Вы скажете, зачем полотенце, если, судя по термометру и манометру, ни давления, ни температуры высокой в автоглаве не осталось. Все верно. Однако и термометры, и манометры рано или поздно могут выйти из строя. Поэтому полотенце в данном случае не более, чем страховка на будущее. Все! Снимаю крышку. Развернуть и вынуть. Все готово. Надо протереть банки и убрать в сухое место на хранение. Для полноты картины, прежде чем дальше что-то готовить с этой тушенкой, и дождусь, когда одна баночка совсем уже остынет, чтобы показать вам результат. Еще момент. Этот автоглав не очень большой, а производитель делает из дыровущих, как я сказал, и 30, и 42 литра. Так вот, чтобы не корячиться с автоглавом, сливая воду, производитель предусмотрел наличие крана. Открываем его и сливаем воду. Чтобы не на пол лить, сюда шланг подсоединяется. Я вам без шланга покажу, просто чтобы побыстрее было. Подставлю так, и все, смотрите. Оп! Здесь воды-то мало было, понятно, но вот она. Так, ну, вчера я пробу снимать не стал, ждал, когда масло застынет, поэтому сегодня раннее утро, я с утра сварганил кашки, и сейчас мы все попробуем. Должен аромат от тушенки совершенно божественный. Так, ну, начну я с мяса. Вот такой кусманчик. Очень классный, тонкий запах тушенки. Прям вот хороший, такой качественный. Кусочки мяса, как вы видели, остались целыми, плавно развалились. При этом жуются очень мягко и расползаются во рту в кашу. Мясо дало много сока, обалденного, желеобразного, все, как я люблю. Вкус прекрасный. Ну, это тушенка по госту такая, какая она должна быть. Так, ну, а сейчас каша. Так, гречечка, опять же, с кусочком мяса. Слушайте, по ощущениям, мне опять на 20 лет меньше, я опять в этом своем вагончике, и мне еще два дня впереди строительство. Хм-хм-хм-хм. Обалдеть. Вы скажете, о чем лучка разжарить на этом масле. Но лук я в каждую банку тушенки положил. Немного, но положил. Да, можно разжарить, но мне хотелось добиться именно того вкуса, какой был вот тогда, 20 лишним лет назад. И он у меня получился. Это вкусно, это классно. Короче, домашняя тушенка никаких сложностей в приготовлении не доставляет. Да, подождать нужно, конечно, пока этот автоклав нагреется, пока он остынет. Но вы единовременно можете приготовить сразу уйму банок. Вот я поместил вот эти банки не на пол-литра, не на 440 миллилитров. Я только такие смог найти. Но вот пол-литровых, к примеру, влезет 14 штук в легкую. Вот в этот автоклав. В гораздо большего размера автоклавы, здоровенные, и вот там еще больше влезет банок. То есть, сразу можно готовить много. То есть, заготовки, стыкенная штука. И к тому же, мясо для тушенки и для прочих блюд, если покупать в большом количестве сразу оптом, можно купить дешевле. Обычная проблема, сразу много возьмешь мяса, где его хранить, да? А тушенка-то хранится при комнатной температуре. Или если у вас погреб есть, туда забросить ее и все. Кроме тушенки, как я сказал, уже можно готовить каши всякие. Короче, это классная штука. Я, наверное, буду еще что-нибудь омострячить, так далее. Мне понравилось. Ссылку на производитель оставлю. Посмотрите, полазите по сайту. Можете, если ведь что-то интересное найдете. Только вот 10 лет меня заниматься не буду. Пить некому. Огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки, за репосты. Всем пока! Э, кашки. Кашки с тушенкой. Песня. Субтитры подогнал «Симон»!